Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Сегодня в нашей программе речь пойдет о танцах. А при чем здесь бизнес-план, спросите вы? Дело в том, что для нашей сегодняшней героини танцы это не только дело для души, но и основной источник заработка. Своей историей с нами поделится хореограф и бизнес-леди Екатерина Шилюта. Меня зовут Екатерина Шилюта. Я руководитель и хореограф танцевального клуба «Райский». Это настоящая семья. Можно сказать дом родной, потому что так и называют танцоры наши саму студию. На сегодняшний день в «Райском» обучаются танцоры от 3 лет, малышики совсем, до 50+, взрослые леди. А все начиналось когда-то давно, 9 лет назад, с нескольких групп для взрослых по модному на тот день, на тот момент направлению на каблучках. Потом пришло желание, понимание, что хочется детских групп, хочется детей начинать обучать. И знаете, что приятно? Что те детки, которые пришли в тот первый набор много лет назад, они танцуют и сегодня. Мамули, приводя деток на занятия, маленьких деток, рожают следующих, приводят их заниматься и сами мамули тоже занимаются у нас. На сегодняшний день направлений много в студии. Это детский современный танец. Мы обучаем деток основам хореографии, это как база. Дети должны знать позиции ног, элементарные знания. Плюс постановка корпуса, осаночка, плечики, какие-то элементы по возрасту, акробатики, растяжка, конечно же. Для взрослых у нас мы стараемся миксовать стили, не ограничиваясь каким-то одним, допустим, как это модно. Там только стрипластика, только хай-хиллз, это на каблуках, либо джаз-фанк. Стараемся давать разные, вот миксовать все эти направления, чтобы ученик получал разные знания, разную хореографию, разные танцы. Начиналось все не 9 лет, не 10 лет назад, а много, много лет назад, когда маленькая Катенька подошла к маме и сказала, что я хочу стать хореографом и открыть свою школу танцев. Я думаю, что мама на тот момент не воспринимала мои слова всерьез, как она мне потом позже призналась, но она мне дала возможность заниматься моим любимым делом. Я ей за это очень благодарна. И, кстати, к слову, дело, каким бы делом вы ни занимались, оно должно быть именно любимым. И в каждое дело должна быть вложена душа. Ну, может быть, я здесь как именно творческий человек рассуждаю, но это моя позиция, я убеждена в этом. Дальше от мечты, которая была давно до реализации, прошло много лет, и просто как-то вот поздним вечером у меня в голове щелкнуло «я готова». Вот просто это было резко, спонтанно. И в тот момент я уже просто не могла дождаться утра, чтобы поехать подавать документы на свидетельство и так далее. Кстати, здесь тоже такой совет. Есть такие моменты, когда человек думает, я попробую. Если не пойдет, ну, то не пойдет. А если получится, тогда открою там ИП, фирму какую-то, документы оформлю. Нет, все должно быть изначально с первых шагов красиво, чисто и по-настоящему. Зачем заведомо ставить крест на своем деле, правильно? Поэтому нужно сразу все. У меня все получится. Это главное. То есть настрой. Как вы себя настраиваете, так дело и, в принципе, должно пойти. И дальше уже с этого момента пошел процесс. Вот как вот кубики складываться пошли, логотип, название. Я зарегистрировалась, я взяла свидетельство в руки и все вот просто понеслось-понеслось. Я объявила набор. Это было несколько групп взрослых девчонок. Дальше поиски аренды. Изначально это были арендные часы. То есть это была подчасовая аренда где-то в спортзалах, в школах и так далее. Дальше, ну вот, хотелось именно вот душу куда-то вот вложить, да, в стены, в свои, в свой пол, чтобы я вот ключиком свое помещение открывала и ученикам дарила именно вот не куда-то где-то прийти, а именно вот в свое, вот как я на сегодняшний день и говорю, что дом, да, к себе прийти. И вот спустя год мы имеем вот этот райский дом, где размещаются зоны отдыха, раздевалочки, несколько залов танцевальных, больших, уютных. Признаюсь честно, ремонт делала сама. В ремонт также была вложена душа, силы. Мы ремонт делали со своим мужем, сын помогал. Я, видимо, вот как творческий человек, в первую очередь, первым пунктом у меня не стояла мысль о заработке. Для меня это была жажда делиться знаниями, жажда развиваться самой, чтобы делиться еще большими знаниями. Бурлило, кипело выступления, концерты. И спустя небольшое время, когда я поняла, что это приносит прибыль, вот тогда это уже переросло в бизнес-проект, который наполнен и душой, и наполнен материально. Если вы, подобно нашей героине, не мыслите свою жизнь без танцевального творчества и хотите поделиться своими навыками с другими, то обязательно возьмите на заметку нашу следующую информацию. Традиционный комментарий из налоговой инспекции в рубрике «Бизнес-блокнот». Деятельность в части обучения танцам относится к предпринимательской деятельности. Ее можно осуществлять только путем регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Налоговым законодательством для индивидуальных предпринимателей предусмотрены три системы налогоблажения. Особенности исчисления и порядок, каждый из которых, изложены в отдельных главах особенной части налогового кодекса. Это единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических лиц, упрощенная система налогоблажения и общий порядок исчисления налога с уплатой подоходного налога. Если индивидуальный предприниматель выбрал уплату единого налога с индивидуальных предпринимателей физических лиц, то он ежемесячно при осуществлении деятельности должен платить определенный размер – ставку. Ставки единого налога установлены налоговым фодексом и определяются за месяц. Также ставки зависят от территории, на которой осуществляется данная деятельность. Для города Гумеля ставка составляет 114 рублей. Для города Мозыря, Речица, Светлогорск, Шлобин – 88 рублей. На остальной территории – 70 рублей. Кроме того, следует отметить, что в соответствии с декретом номер 6, решением Гумельского областного совета депутатов принято решение 129, согласно которому ставки единого налога при осуществлении деятельности на территории сельской местности уменьшены практически в два раза. То есть применяется понижающий коэффициент 0,5. К территории сельской местности относится вся территория Гумельской области, за исключением крупных городов. Это город Гумель, Мозырь, Речица, Светлогорск, Шлобин. Если индивидуальный предприниматель принял решение применять упрощенную систему налогобложения, то он будет уплачивать ставку в размере 5% либо 3%, но уже с уплатой налога на добавленную стоимость от фактически полученной выручки. То есть размер налога зависит от того, какую выручку получил индивидуальный предприниматель. При выборе общей системы налогобложения с уплатой подоходного налога, индивидуальный предприниматель уплачивает налог в размере 16% от размера полученной выручки за минусом произведенных расходов. То есть при этой системе налогобложения учитываются понесенные расходы. Еще один вариант – это оформление юридического лица. Но это более сложный вариант для начинающих предпринимателей. Он подходит больше для больших школ танцев и студий. В данном случае будет применяться одна из двух систем налогобложения. Либо это общий порядок, либо упрощенная система налогобложения. Бывает в разговорах упоминается, что вот вечер, к примеру, основные занятия вечером проходят. Вечер, тренировки и все, а день свободен. О нет, день не может быть свободен для хореографа, тем более для руководителя студии. Потому что это множество организационных вопросов, это даже элементарно расписание. В каждой группе на сегодняшний день программа, чем мы будем заниматься. Потому что это не должно быть спонтанно. Вот я пришла в зал, так вот сегодня я хочу вот это сделать. Плюс сама хореография придумывается все это. Что же ни с головы, это ни по щелчку. Дальше это вечные наборы. Когда заканчивается сезон, начинаются новые наборы. Переживаешь, как пройдет новый набор. Это поиск мероприятий. Это отчетный свой концерт. Это открытые уроки для родителей. Все время волнуешься, как это пройдет. Всем ли понравится. И не так это просто, как многим кажется на первый взгляд. То есть открыла дверь. Пришли танцуем, музыку включили. Все. А сколько всего за кулисой. То есть это, опять же, море материальных вложений. Это большая аренда. Почему? Потому что залы большие. Аренда у нас за квадраты считается. Это при наборах различная реклама. За все это нужно платить. Коммунальные, костюмы. Это много-много составляющих, которые идут уже не в прибыль, а идут в расходы. Я не то, что ни на секунду не думала о том, а может быть, это не мое. Я даже мыслей таких пускать в голову не хочу, потому что я знаю, я чувствую, что это вот настолько мое, что даже выходя из студии уставшая, уже поздно, когда темно, закрываешь ключиком, и вроде как бы, ох, ну вот можно отдохнуть. Садишься в машину и, ой, а я уже отдохнула. Да я хочу еще. Или особенно, если приходит там новая мысль по хореографии, по постановке, новый трек. Я вот еду, я покрыта мурашками, я хочу делиться дальше с учениками этим всем. Пришло понимание того, что делюсь не только я, а делятся они, ученики, танцоры. Даже маленькие. Это настолько удовольствие приносит, когда ребенок, там, либо уже подросток, они что же, ну, где-то какие-то видео смотрят, плюс они переваривают информацию, которая получена на занятиях. И они ее как-то по-другому приносят на следующую тренировку. Смотришь и думаешь, вот, ну, класс. Когда видишь, что это не просто так, что твои действия, они вот взаимность, вот эта вот искренность из глаз детских, взрослые они более скупы на эмоции. Вот тогда вот, да, ты убеждаешься, что ты занимаешься тем, чем надо. Я советую, если у вас есть, тем более это не просто желание, а мечта, дерзайте, двигайтесь в этом направлении. Не надо ждать, пока где-то кто-то откроет, попробует, вы увидите, пошло не пошло. Нет, вот в таком моменте вы будете жалеть, что не вы это сделали первым. Делайте все официально, чтобы это было либо там ИП, да, индивидуальный предприниматель, документально все. Потому что тоже, чтобы проблем не было с юридической точки зрения. Если с эмоциональной, с моральной точки зрения, это вам принесет удовольствие. Даже если что-то не получится, вы будете знать, что вы попробовали и не будете сквозь года оборачиваться назад и думать, я мог, могла, но не сделал, не сделала. И жалеть, кусать локти. Делайте, пробуйте. Сейчас в интернете куча информации правовой можно найти, если, допустим, вопросы с юридической точки зрения. К юристам идите, там, к родителям посоветуйтесь, мне позвоните. И просто идите вперед. Двигайтесь, рекламируйтесь, продвигайтесь. Либо вы поймете, что это не ваше. И пойдете на другую сторону бизнеса, то есть заниматься чем-то другим. Если это творчество, вы творческий человек, значит, развивайтесь в этом. Можно параллельно что-то открывать. Но главное – не бояться. Двигаться вперед. И не жалеть. Я научу вас тому, что умею сама. Я научусь большему, чтобы сделать вас еще лучше. Таков девиз Екатерины Шалюта. Согласитесь, желание постигать новое, хорошее качество не только для хореографа, но и для предпринимателя. Вдохновляйтесь историями наших героев и воплощайте свои мечты. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова